здравствуйте дорогие друзья ну приготовьтесь сейчас будет очень интересный уникальный фильм а я его еще прокомментирует что о чем сейчас будет ну а долгожителях моя тема рубрика долгожителях продолжается по сути вот я сейчас подобрал одну из самых интересных подборок а вернее основа это будет видео фильм то есть кинофильм документальный сорок восьмого года еще сталинский о официальных вполне естественно самых что ни на есть официальных исследованиях документально подтвержденных долгожители но ведь дело вопрос не в том сколько человек прожила еще и как он прожил насколько качественную жизнь как он выглядел как он был дееспособен каков его рассудок был вот это все очень интересно и важно для чего чтобы проанализировать понять каковы же причины которые привели тех людей старых тех долгожителей еще которые родились там середине или начале еще девятнадцатого века и в чем их отличие от нынешних долгожителей которые то есть доживают сейчас сто с небольшим и так далее а разница скажу наперед огромная и вот об этом будет мой анализ помимо самого фильма я покажу вам и объясню как труд питания иные факторы влияют на память реакции то есть качество жизни продолжительность жизни причем тут минералы и как микроэлементы и макроэлементы получали те люди и нынешние конечно питание мы будем говорить тоже каков рацион этих долгожителей почему такая кожа у них и какая кожа сейчас и что есть на коже у долгожителей современных которые доживают определенные так сказать предел своей жизни нынешней вот значит ну и конечно давайте в конце я покажу для тех кто вообще не в теме для наших новых зрителей моего канала и сайта блога моего где у меня на сайте стоит посмотреть какие важные лекции вводные потому что питание будем касаться у некоторых будет это вызывать недоумение может быть даже негодование потому что многие же еще уверены что тем более кавказ а речь пойдет именно кавказе что мясо это вот всегда было главное это в рационе как же настоящий мужик без мяса белок вообще так сказать необходим и так далее вот кто еще вообще не в теме что это все не так для того я дам ссылки где и что посмотреть потому что это очень важно нет но если человек конечно хочет действительно разобраться понять а не уверить еще раз себя отмахнув от себя все факты неопровержимые абсолютные простые прописные истины законы природы вот если он не захочет оттолкнуть их а сделав тем самым хуже не только для других еще наговорив какую-нибудь гадость на выходе но и для себя хуже сделать то в конечном счете вот для нормальных людей я сегодня как раз буду все объяснять обязательно посмотреть а вот это перед вами как раз пока мигает и картинки меняются моего блога юфролов точка ру главного ну и собственно говоря закончим мы очень интересной маркой почтовой которая в ссср была издана в пятьдесят шестом году напомню кстати перепись была в пятьдесят девятом поэтому были еще более старшие выявлены долгожители так сказать но об этом будет немного здесь а еще в новых моих видео а теперь давайте приступим и я собственно вам включу сейчас непосредственно вот тот самый главный основной фильм и будем слушать а я буду комментировать посмотрите все до конца это будет очень уверяю вас интересно познавательно особенно для тех кто хочет понять вот эти причины причина следственные связи долгой и качественной жизни питание иных факторов влияющих и вот собственно сейчас речь пойдет об абхазии но ведь не только в абхазии долго жили были долгожители сверх долгожители начиная от севера до юга и вот опять таки со временем будет сеть такая целая цепь вернее вот этих вот последовательных видео снята мной где как раз будут раскрываться все причинно-славственные связи и условия которые привели там или иначе к вот собственно говоря проявлению вот этой долгой жизни у отдельно взятых людей или групп людей которые обитают на определенной территории это тоже очень интересные факты но сейчас давайте про абхазию но это на тот период на сорок восьмой год фильм сорок восьмого года этой карте отмечены горные селения в которых живут старейшие люди абхазии сегодня мы побываем с вами в солнечной абхазии и познакомимся с мамсиром киутом и его сверху посмотрите какое качество столица построек посмотрите какая чистота послевоенные годы это послевоенные совсем года буквально несколько 23 года до прошло посмотрите чистота качество отделки чистота на улицах это кстати будет еще позже тоже очень интересный момент сегодня будет еще один показан 109-летний человек в плане питания подробнее рассказано о нем чуть дальше кстати какая музыка да великолепная когда старого аршбу спрашивают не трудно ли ему взглядаться на круче он отвечает народной пословицей дорогу осилит идущий несколько раз в год он отправляется к дворчельскому ущелью чтобы повидаться с внуком и каждый раз он видит как изменяется жизнь гора среди диких скал вырастают новые шахты и машины все глубже вгрызаются в недра гор добывая новое богатство для советской родины обратите внимание на лица этих людей насколько моложе они выглядят у них нет папиллом у них нет родинок на лице это очень важно колхозная кузнец на горной дороге ну сейчас скажут про долгожители не очень старого то есть совсем не старого по местным меркам но тем не менее интересно чем он занимается старому кузнецу сумму дзадзария не сидится дома несмотря на свои сто два года он иногда становится горным всего сто два года в кузнице нелегкая работа но сумму дзадзария до сих пор успешно справляется с ней посмотрите на реакции на качество движений то есть ну собственно как у нормального обычного среднего возраста человека это к тому что некоторые говорят вот мол лучше быть 60 лет 70 прожить активным чем в постели лежать почему-то такие больные ассоциации есть у некоторых людей если старый значит больной что за бред в горах часто можно встретить охотника джардж хан но это вообще ста двадцати пяти лет вы представляете сегодня он едет на охоту с ручным ястребом он рассказывает молодому колхознику о своей мечте смотрите на него через три побывать в москве вот так вот видели какое лицо как-то минуло сто семь лет тоже интересный момент его младшая дочь 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 не про правнучка а дочь ну конечно да силен дедуля что тут можно сказать ну и вообще ну да и такое бывало говорю бывало потому что бывает уже уже этой генетики практически нет вышибли ее и алкоголем и питанием и экологией самый старый человек в советском союте а вот это живет в селении Ким особое внимание кстати обратите внимание что тут показывают фрукты сушеные хурма вот для лица вся семья сейчас занята разборкой кукурузы полученные на колхозные трудодни не мясо рубят нет а да кукурузы причем всего хватало и трудятся люди и питание все есть но что за питание в основном вот о чем попутно кстати что висят перцы висят потом про джикуру будет рассказано интересно но и не только кукуруза мамалыга кукуруза по обычаю всем приветствует старейшего в роду посмотрите как он выглядит а теперь внимание сколько ему лет ему минуло 146 лет 146 он родил всего на три года позже Пушкина он был современником Кудузова и Нахимова Глинки и Пирогова а это самый младший в роду киутов как правнук мамсыра кстати кукуруза красная какая старинные сорта мамсыр киут помнит многое у него прекрасная память хотя он родился в 1802 году когда Наполеона изгнали из России ему было 10 лет в день взятия Берлина советской армии ему минуло 143 года многое видели старые глаза мамцыра просто нет слов посмотрите на его лицо вы видели не попелом не родинок обратите внимание он встречал восходы солнца в родных горах почти полтора века действительно это вдуматься просто уму непостижимо казалось бы но ведь это было это сейчас кажется диковинным но ведь это было естественным тогда он помнит безмолвие этих гор ничто не нарушало их величественную тишину я покажу потом о долгожителях еще мои в блоге у меня видео недовижные будто застывшие в вечном сне горные озера казалось никогда не проснуться там приведены факты очень интересные другие но пришли новые времена и все изменилось в горах мамцыр Киуд увидел как высоко над ущельями забились электрические огни недра гор стали доступны советскому человеку кто-то сейчас посмеется скажет вот мол и перевалы побежали автомобильные дороги зачем ему это надо все но давайте на новых стальных путях засвыкали серебристые дизельные поезда красавцы корабли пришли к берегам Абхазии и люди со всех концов советской страны устремились суть а как сейчас изгажено все там все разрушено все потрескавшиеся посмотрите какая тут красота только следи всего лишь следи за состоянием ну вот 90-е годы здесь и под благодатным небом Абхазии ужас что сейчас там среди ее живописной природы выросли новые санатории вот в плане санаторий дома отдыха в плане разрушенных старых так сказать неремонтированных многих десятилетия все же было построено красота то какая только следи ухаживай ну это отдельная тема отдельная все побережье опоясали города курорты города суды это сорок восьмый год через три года после войны вот посмотрите многое увидели зоркие в глазах Иута он увидел расцвет своего колхоза его огромные кукурузные поля новые сады широко раскинувшиеся на склонах в город посмотрите красота какая какие плоды великолепные разумеется экологически чистые разумеется без химии а кукурузу уж точно не генномодифицированные старинные сорта которые с покон веку сажали с семьяном сыра Киута состоит из шестидесяти человек он не может прожить дня не работая труд постоянный труд с утра до вечера никаких расслаблений в чем секрет его долголетия вам цирк Иута кричает народной пословицы кто выходит в поле на заре тот не скоро увидит закат своей жизни или как у нас говорили что кто рано встает тому Бог подает но действительно посмотрите какие движения у человека четкие размеренные то есть качество жизни речь идет про то что качество жизни человека и в сто лет и в сто двадцать и вот в сто сорок шесть лет то есть почти полтора сто лет может быть прекрасным одинаково хорошим и кого обманывают те идиоты а по другому я просто сказать не могу ну ладно бы жили в изоляции в вакууме где-то но ведь можно если захочет человек понять и как можно заниматься таким самодурством утверждая что а ведь есть такие кто пишет он что мол лучше прожить там 60 или там 80 лет ну во-первых да пить курить и все что угодно и там быстро умереть да во-первых быстро может не умрете во-вторых не проживете товарищи дорогие 80 лет если будете пить курить сейчас это извините не та генетика с которой можно было раньше прожить 90 или более пить курить потом не забывайте что те выскочки которые вот бабушка или там дедушка пила курила 90 лет прожила или 95 ну и что вы этим хотите сказать это что много? это очень мало 95 лет это очень мало а не ну то что живут еще меньше это же не говорит о том что 95 это верх мечты но для вас может это и верх мечты только вы так сказать все это не проживете вы же пьете курить и сейчас с уже убитой практически разрушенной генетикой не надо сравнивать себя с бабушками дедушками которые родились тогда когда не было практически химии был прекрасная экологически чист а главное богатая по составу пищи в плане минералов потому что почва еще не была так изношена из нее еще не успели и вытащить вот этим интенсивным экстенсивным сельским хозяйством все почти микроэлементы такие как литий йод кремний и другие ладно там макроэлементы их добавляют так сказать азот можно внести фосфор а микроэлементы то нельзя потому что это только почвооборотом это только с корневой системы растений с огромных глубин может добыть дерево огромные вековые деревья такие как дубы например с листовым опадом эти минералы поступит уже верхний слой почвы где будет процесс почвообразования эти слой биогумуса вот там будут эти микроэлементы их культурные растения могут поднять использовать в своих телах накопление в плодах и плоды поедает вот человек вот эти плоды дадут ему эти микроэлементы но где же там их взять а вот сейчас нигде практически а вот здесь да предгорье с гор смываются горными потоками разрушая горы сами а горы это минералы вот эти вот уникальные живительные осаждаются значит потоки несущие микроэлементы сама вода с этими минералами практически со всеми но в некоторых местах не во всех горах конечно это тоже вот почему центр долголетия в определенных местах это зависит от качества воды в первую очередь а пьют они родниковую воду я изучал очень серьезно чем и как питаются долгожители в том числе питались вернее абхазии и вот вода это основ основ родниковая холодная качественная студеная как говорят там ну не важно она может быть и подогретая но это только не кипяченая вода которую в обязательном порядке они все пили отмечая без исключения все эти долголежители но почвы или это лёсовые террасы а лёс это когда ветра разрушают дуют горные породы и на определенных предгорных участках складываются накапливаются толстые слои вот этой сверхплодородной почвы по сути состоящей из минералов изо всех вот на них растут эти кукурузины а кукурузы кстати вбирают в себя почти все минералы включая там и золото элементы и прочее и по обратите внимание может быть вы видели но будут еще кадры по 3-4 метра растут гигантно на таких то почвах и вот тогда еще 200 лет назад 150 почва не была изношена эти люди получали все необходимые минералы и что они ели то мясо что ли как сейчас с утра до ночи три раза в день четыре нет они этого не ели вовсе как сейчас мы далее посмотрим либо практически не ели и еще раз это все совпадает с трудами профессора Кэмпбелла и других ученых которые выявили что не более 5 процентов от общего объема съеденной пищи в день в месяц в год может составлять но в крайнем случае что нежелательно но в крайнем случае пища высокобелковая то есть высокомолекулярные белки которые содержат это мясная так называемая и так далее чтобы не причинялся тот ущерб организму который будет непоправимый когда человек быстро состарится быстро умрет и обязательно от каких-то болезней ну и кстати здесь тоже люди ведь умирают и даже в таком возрасте от конкретных болезней не от старости поэтому когда говорят от старости ну что вы хотите 90 лет или 80 посмотрите на 146-летнего человека который вашей бабушке например ну условно которая 80-90 прожила годится как минимум в дедушке а то и в прадедушке и пусть станет стыдно вам о том что вы такое говорите давайте смотреть правде в глаза и не на худшие примеры равняться на лучшие но для этого надо себя изменить для этого надо изменить вокруг себя свою жизнь по сути дела ну кто это мешает сделать работа не та но работу ради такого дела можно всегда изменить ради а для чего долго жить для того чтобы много успеть оставить на земле полезного за собой не наследить нагадить или прожить жизнь паразитам а создать что-то к чему-то высокому прийти так сказать и в личном развитии оставить для общества для народа для как говорится вокруг себя чтобы хорошим словом поминали что-то сделать но тем не менее ладно давайте об этом еще позже в семьяном сыре воспитывается русский мальчик Елена Никитин потерявший родителей во время блокады Ленинграда старик усыновил его вот представляете 140 ну сколько ему тогда было 5 лет 144 да года где-то усыновил вот мальчика сам ну то есть понятно он решение принял старший в семье глава семьи все его уважают стают ну там-то эти обычаи конечно соблюдались жаль что и как говорится нас в средней России это уже давно обычаи потерянные и забытые которые были раньше неукоснительны везде во всех народах уважение особое к старшим почитание в роду так и это тоже продлевает жизнь старшее поколение обязательно надобность нужность его ну а тем более мудрость та которая ничем невозможно переоценить да вот эту вот так пронесшие за полтора века колоссальную мудрость конечно уважение почет уважения это тоже дополнительные годы жизни мудрый мамсир Кивуд рассказывает мальчик о далеком прошлом говорит с ним о сегодняшних солнечных днях ну что ж вот теперь маленькая пауза я вам включу видео дальше мы с вами посмотрим ну по сути дела об одном интересном еще одном человеке тоже с Абхазии ему тоже 109 лет но это другой долгожитель и там немного будет рассказано о питании еще кое о чем но хочу еще раз и вначале вам вот что сказать и показать обратите внимание на нынешних долгожителей которые иногда мелькают по телевизору которые действительно вот в таком состоянии когда они сидят практически не ходят даже как вот это пусть 116 лет это вроде бы очень много в Японии старые самые жительные сейчас официально считается да в Японии но посмотрите во первых на ее речь движение если видео включить посмотреть ну не будем это делать каждый может из вас да и видел собственно почему и берутся от неразумных людей вот такие вот разные письма мол что же будет быть как овощ там и так далее а почему а кто вас заставляет как вы питаетесь нормально не рыбой или чем-то когда кстати в Японии только верхушка вот эти еще сто лет назад ела все вот эти вот как они там называются саши и прочие ну в общем рыбные вот эти дела всякие там вот эти типа роллы и прочее не ели раньше что касается мяса то в Японии 300 лет вообще был запрет да все изменилось последние десятилетия и доживают те люди последние которые собственно вот могли 115 лет прожить нынешние японцы будут предель даже сверх высокоразвитой медицины жить не более 100 лет это предел будет в смысле те которые жили 115 вот будут жить 100 то есть их уже дети если даже они будут вести более-менее правильный образ жизни посмотрите вот на эти папилломы огромные родинки и так далее это показатель наличия в организме вирусов грибов грибков микромицитов то потому что у них есть питательная среда для этого потому что человек в себе накопил продукты распада белков вот эти гнойные токсины трупные яды кадаверин потрясын и прочее и даже в этом возрасте казалось бы вроде ну что уж тут мол вот пример значит мол можно все это есть нет дорогие друзья во первых у них было здоровое детство крепкая генетика у этих долгожителей уникальная вода а это анализ абсолютно точный в тех местах где есть долгожители что они пьют это вода которая обладает определенными физико-химическими свойствами ОВП коэффициент персонального натяжения она более текучая как растворитель лучше то есть даже человек питается неправильно в какой-то мере не идеально то вода растворяет в лучшей степени в большей яды и токсины в водях из организма чем у тех людей кто не пьет воду или вовсе это вообще ужасно сейчас пьют кофе чай только не воду да и то вода из под крана или из бутылок извините меня это вода совершенно не та которая у нас внутри клетки и внутри клетки вода будет перестраиваться в любом случае из той выпитой нами но только на это уйдет на переделку этой воды до нужд клетки огромное количество сил энергии ферментов и так далее и у нас уходят ресурсы резервы организма у этих людей в этом плане было преимущество поэтому они жили столько но посмотрите в любом случае на вот эти состояния людей которые могут 105-108 это уже еле-еле живущие люди но ведь не все и не нормально что так должно быть но посмотрите вот я о чем говорю все папилломы и так далее и прочее а не могли бы эти люди с этой генетикой что им было дано свыше прожить по 130-140 лет ваши дедушки которые умерли в 90-95 пил-курил если бы он не пил-курил прожили бы 130 лет то есть на все есть причины и они объективны но если вы кто-то из вас я знаю что мои зрители постоянные это разумные люди но случайные люди или кто до сих пор в этой иллюзии так сказать пребывает поймите очнитесь что на все есть причины и следствия не нужно себя успокаивать тем что кто-то там в роду вас прожил вы то столько не проживете ведь это не просто так мол цифра которая передается по наследству образ жизни питание сон десятки факторов влияют на вашу жизнь в моих лекциях общих вводных на тему адекватного питания я покажу в конце ссылочку дам ну чтобы каждый мог посмотреть кто еще не в теме есть 8 групп факторов которые приводят к большей или меньшей качественной или некачественной продолжительности жизни если вы будете знать о знании этой силы поймете сами не надо верить никому на слово это все настолько просто и очевидно что поймете сами ну и лень вас ваша не замучает это страшная вторая ограничивающая силы на пути к решению любого вопроса в жизни нашей но если лень тоже отбросить все таки и здравомыслие и труд возобладают так сказать надленью и так сказать забвением и прочими глупостями и пороками и так далее то тогда вы конечно сможете приблизиться вот к таким вот хотя в наше время это конечно почти сверх я имею в виду 150 лет это очень трудно это надо менять и все факторы среды и проживание в совершенно других областях и питание с пищей должна быть которая именно богата минералами а это главное то что мы не можем получить с современной пищей даже если это органическое питание но в данном случае для жителей городов и так далее есть ну единственный можно сказать из простых вариантов это фукус вот именно тот фукус который так сказать ну вот в блоге у меня посмотрите в правой такой вот верхнем углу там есть колоночка туда можно вбить фукус и посмотрите потому что я не буду сейчас в рамках этого фильма говорить о том о чем отдельно я говорю ведь это долго и только обязательно с лекцию с доктором наук с собой посмотрите там вот мою из наукой Града Пущино потому что это единственный вариант простой для современного человека получить все эти микроэлементы вот почему такие чудесные изменения происходят там за неделю две-три буквально ну у кого-то за месяц два но не более эти же люди получали эти все необходимые минералы а это то единственное что не может синтезироваться bizim организме даже нашей кишечной микрофлурой аминокислоты любые из которых будут потом построены белки в каждой клетке вашего организма в ребазонах это органол motivation вот там происходит биосинтез мелка из аминокислот из мономеров белковой полимерной цепи да то есть нам нужны то ведь не белки вообще даже растительные нам нужны аминокислоты потому что белки то все равно должны синтезироваться в каждой клетке только ну так вот а минералы вообще не могут вот поэтому только с пищей, либо получим, либо нет. А вот сейчас это беда современности. Так, это еще один важнейший фактор, который я сказал. Потому что внешний вид, качество кожи, все это, это зависит от жирных кислот, от витамина Е, А и некоторых других. Это зависит от, конечно, витамина Д3 и так далее. Это солнце, это активный физический труд с утра до вечера, работа, труд в радость, а не в горе. Это нужность, это вода, качество воды, а главное физико-химические именно свойства. Вот что значит качество. Не только что она химически чистая вода, именно обладает определенными физико-химическими свойствами. Ну и, конечно же, конечно же, питание. И давайте немного поподробнее. Из многих пригодных для этого района страны, один из самых живописных, предгорья Кавказа, почти у самого Черного моря. Ну вот, давайте посмотрим. Это фильм более поздний. Это уже долгожители, кто был запечатлен в 70-е годы. Выбрали они также из тысяч возможных героев одного. Далеко не самого старшего, не рекордсмена, так сказать, а долгожителя умеренного возраста. Ему всего лишь 109 лет. Опять, как выглядит, на сколько лет моложе. Посмотрите на кожу. Вам действительно больше 100 лет? 109. Не поделитесь ли вы секретом своего долголетия? Солголетия. Как прожить долго? Посмотрите на кукурузу. Я паузу специально сделаю. Посмотрите. Я вас уверяю, что в составе этой кукурузы, во-первых, она сама по себе вбирает в себе из почвы все. Почему после нее надо удобрять? Говорят. Ну да, в средней полосе России или где-нибудь там даже в каких-то степях надо обязательно. Иначе она не будет либо так расти, чтобы было качественно и получен большое урожай. Но главное именно, да, не количественные, а качественные параметры. Так вот здесь постоянно обновляющиеся наносом ветров вот это лёсовые породы, то есть чистые минералы по сути свои все, какие есть, а по сути некоторые горные, скажем, участки некоторых горных цепей, и, конечно, обладают всеми практически минералами в своём составе. Ну, горы Кавказа, многие, не все, но есть, не только там, но в частности. И вот посмотрите на эти чуть ли не до пяти метров. Иди за собой. Человеку помогают хорошие привычки. Я уже в почтенном возрасте, и сыновья оберегают меня от тяжёлой работы. Но если пашут, я всё равно пашу, сею кукурузу, обрабатываю землю. Время собирать виноград, собираю виноград. Когда собирают чай, и я собираю, сколько смогу. Вот обратите, кстати, ещё внимание, во-первых, на два момента. Человек трудится наравне с другими реакциями, как он чай обрывает. То есть это постоянная работа, она создаёт тонус, она создаёт мышечную память, мышечная работа. Это поддержка в тонусе организма всего, безусловно. Это работа, да, конечно, это уникальный свежий воздух, это горные реки. Конечно, это всё плюс, большой плюс. Но и у нас, и в Ставропольском крае был один такой интересный, я о нём потом расскажу, 145-летний житель. И до революции, кстати, очень многие жили. В каждых деревнях были по 110-120 лет. Я об этом в своих лекциях других по долголетию, я потом покажу, где их посмотреть, это всё рассказываю и поясняю на конкретных примерах. То есть это всё было, сейчас, во-первых, уменьшается срок жизни. Даже тех долгожителей, кто сейчас, кому 102-105, они уже родились, сами понимаете, на рубеже уже фактически в прошлом веке. Всего лишь, когда уже была агрохимия, когда уже больше 100 лет используют минералы, ну от нынешнего времени, да, синтетические. Химические удобрения, обработки химическими препаратами от насекомых и так далее. То есть это уже были тяжёлые войны и прочее. То есть, короче говоря, есть факторы, которые уже уменьшают. Но главный фактор, всё-таки главный, потому что, ну, химии, если не очень тяжёлые и страшные, попадают нам в день с воздухом. Ну, например, какие-то миллиграммы или граммы. Ну, едим мы килограммы или сотни грамм пищи каждый день. И вот о том, видовая ли эта пища, адекватна ли она нашей системе пищеварения, нашей биохимии, ну, конечно, и анатомии, морфологии. Если адекватна, хорошо, если нет, тогда, чтобы её переработать, вывести или отложить где-то в организме, требуются огромные силы, усилия, ресурсы организма, которые мы тратим бездумно. Я уж не говорю о синтетической пище каких-то фастфудов, это об этом речи нет, естественно, о всяких так называемых и напитках. Я уж говорю о даже той пище, которая считается, ну, как бы, органической. Так ведь в ней хорошо, химии нет, но ведь в ней нет и тех необходимых нам микроэлементов, которые как раз-то являются незаменимыми. К сожалению, об этом не говорят ни врачи, ни геетологи, они это просто не понимают. Они всё сдолдонят про свои белки, как идиоты. А белки-то вообще, это вот, вы, кстати, обратили внимание, что всё, что здесь вот пока в фильмах было, ни о шашлыках речи не идёт, ни о каких-то, так сказать, ну и так далее. Я уж не говорю, что вы про там сигареты и прочее, ну, давайте даже про там всякое вино, про все эти глупости не будем говорить. Я понимаю, что в фильмах это показывали, я понимаю, что вы где-то сами это видели, кто из вас там, допустим, был где-то там в горах. Вы знаете, как меняются традиции и обычаи не только у русских людей, но по национальности имеют, ну и вот среди народов Кавказа очень сильно меняются. Очень сильно. Почитайте того же угло, вот послушайте, когда аул там в Таджикистане Южном вот этот вот был, Чинар, где старейшина, что ему было 122, говорил, что у нас в народе говорят так, кто водит, пьёт вино, тот водится с шайтаном. Никогда даже и не пей молодому парню, идиоту, объяснял. Вот понимаете, очень сильно меняются. Всё, что кажется сейчас естественным, мы вроде мы знаем по пошлому анекдотам, по фильму. Вы вспомните, откуда вы это реально знаете, реально откуда и почему вы считаете, что это правда. Давайте идём дальше. По-видимому, вы обладаете недюжинным здоровьем. Я родился под Новый год, и меня сразу искупали в холодной воде. С тех пор, сколько я себя помню, я всегда купаюсь в холодной воде. Это привычка у меня в крови. А ведь холодная вода смывает всё дурное. То же дело. Ну а какую пищу выпить, почему? Вот, кстати, виноград, видите, лежит. Больше всего люблю абхазские блюда. Фасоль наперченную, горячую мамалыгу. Мамалыга – это кукуруза. Кстати, кто-то считает, что да, действительно, в Молдавии тоже да, но там немного по-другому делают. В общем, это вода. Это может быть соль, может быть без соли. Ну, горная, как правило, каменная, другой раньше не было. А, изначально я имею в виду, это кукуруза, выращенная своими руками. Вот на этих уникальных почвах кукуруза в своём составе содержит огромное количество минералов. Вот. Мамалыгу не обязательно кипятили, а измельчали крупу, а потом заливали тёплой водой. Да, конечно, могли и кипятить, но дело не в этом. Я говорю о том, что пища у данных долгожителей была веганская. Причём я анализировал по районам, по местам. То есть, вот, скажем так, от 70%, тот самый минимум, про который, если вы помните, многие говорят, в соотношении 70 к 30, вот минимум от 70 до 100%, веганская полностью. И преимущественно, конечно, сырая. Преимущественно. Безумное количество зелени. Но давайте послушаем, собственно, причём выращенные опять-таки на этих благодатных почвах. Аджика. Аджика. Чеснок, лук, родник. Запомните, чеснок, лук, специи. Вот то, о чём любят говорить аюрведисты, что, мол, мол, это вредно и для мозга, и для... Ну, давайте так. Если мы с вами видим сейчас людей 109-140 лет, и вы посмотрели и убедились сами, какая у них феноменальная память, нам позавидовать можно, да? И мы говорим, что лук-чеснок ухудшает память, мышление и так далее. Ну, давайте бред больше этот не нести, ладно? Вы помните, наверное, мою лекцию нет посмотрели... Посмотрите, вернее, не лекцию, а беседу с доктором, с профессором Кусейном из Марокко. Ну, из Марокко, да, где про берберов он рассказывал, тоже лично знает 130-140-летних. У них тоже это всегда в традиции. Чеснок и так далее. Ну, ладно, с этим... И вот он говорит, родниковая вода. Конечно, ни чай, ни кофе, тем более, не дай бог, ни прочие извращения. Ну, чай это, ладно, нормально, только опять-таки, какой, как, как заваривать? Ну, Иван-Чай-Кипри это вообще идеальный вариант. Пусть местный какой-то, качественный, действительно, чай. Вот, но, так сказать, основной это родниковая вода. Ведь вода только может быть растворителем. А если между молекулами воды уже что-то растворено, ну, допустим, вот тот же чай, кофе, кисель или там экстракты ягод, что-то еще, это уже не растворитель, это раствор. Такая вода уже не будет являться растворителем, то есть растворять яды, токсины и выводить их из организма. Так чем лучше свойства воды в плане растворителя работают, тем больше ошибок человек упрощает природа. Понимаете? Поэтому с такой качественной водой, а измерив эти разные воды, мы убеждаемся, что у нее отрицательное УВП, она мягкая в меру, она щелочное имеет свойства ПАЖ, она обладает, значит, текучестью очень высокой, то есть близкой к 41 на квадратный сантиметр. Вот именно то, как уже богом или богами природы, неважно, запрограммировано свойства, в которых человек может и должен существовать, то есть внутриклеточной жидкости. Вот тут все это совпадает. Поэтому такие как бы феноменальные результаты, даже при том, что где-то человек не в идеале питается, но давайте будем разумными людьми, перестанем уже нести бред тот, что человеку якобы, естественно, жрать трупы животных. Вы просто вдумайтесь. Еще говорят про какие-то инстинкты. У маленького ребенка инстинкты про маленького ягненка, теленка или кого-нибудь, что это друг, но не еда. И вы, взрослые, убиваете душу своего ребенка, заставляя их поедать трупы своих друзей. Вы с ума сошли. Вдумайтесь об этом, что вы делаете. Только не надо сейчас пытаться агрессивно. Для части, я говорю, той маленькой части неразумных людей, но, по крайней мере, из моих зрителей, а это все люди здравомыслящие, кроме тех некоторых новых, которые приходят постоянно на канал, естественно, перестаньте нести чушь, не надо себя обманывать. Это же этот дешевый самообман вам ведь на пользу не пойдет. Зачем же вы так человеческую природу ломаете и свою? Это же, так сказать, безумие. Вы вдумайтесь, задумайтесь об этом, что в детстве было переломано то естественное, что для человека от природы на оно совестью продиктовано. И природная жалость, и естественное вот это вот рассматривание объекта любого, так сказать, наших братьев меньших, как именно друзей. Почему же мы переламываем эту психологию свою, ломаем через колено, мол, собачка, кошка, хомячок – это друг? С этим играть, гладить, радоваться. А теленок, который тоже растет, и мы радуемся, а потом под нож – предательство, конечно. Извращение, безусловно. Получит ли от этого человек пользу? Нет, конечно. Он получит болезни, страдания и смерть, как закономерность того, как он извратил, растоптал законы бытия и природы. Естественно. Родниковую воду пью. Родниковая вода. Много ли у вас детей, внуков, правнуков? Около 30 человек. Вы любите детей? О, так глаза свои люблю. Я люблю и своих детей, и их детей, и детей своих, братьев, и соседских, и русских. Всех хороших детей на земле. Добрые люди дольше живут. Это правда. Что вы развивали дети? Я хочу, чтобы они хорошо учились, потому что опорой мира является человек. Пусть они любят друг друга и сумеют жить по-настоящему. Вот чего я хочу. Смотрите, как выражают мысли эти люди. Какой, кстати, быстрота их мыслей, не только движение. Ведь правда, все гармонично должно быть. И, конечно, если человек здоров, именно если здоров, независимо от возраста, он будет, именно будет так четко. И говорить, и двигаться, и, кстати, тоже на коне. Сейчас покажут, тоже на коне. Ну, 109 лет, это ладно. Но вы видели 125 лет на коне. Сейчас он к своим друзьям едет, и так далее там. Ну вот. Давайте на этом закончим. Все тут понятно. Что тут можно еще сказать? Я лишь хочу вам сейчас показать, помимо вот этого, что, конечно, не должно быть, и сравните с этими нынешними долгожителями. И на то, как вы уже поняли, есть четкие факторы, группы факторов, плюс еще гигиена, плюс, безусловно, вот это та самая гигиена в городах, которую очень трудно соблюдать, и очень легко заразиться, и подхватить от других людей. Почему, кстати, вот старобрядцы, у которых была жесточайшая гигиена, правила гигиены, пусть это продиктовано как бы религиозной целесообразностью, на самом деле не только, но так вот, тем не менее, это приводило к своим результатам. И вот я рассказывал про деревни в районе Апочкинского, района Пушкинских гор, где средняя, то есть более, скажем так, половина населения, то есть, извините, более 10% населения жило более 100 лет. Были 115-летние, 107-летние и так далее. И на то этот один из факторов, который тоже влиял на это. Ну, об этом есть фильм отдельный, посмотрите. Теперь, напоследок, вот что я вам хочу показать. Значит, вот марка 1956 года, советская, официальнейшие, ну, естественно, данные. Это уже Азербайджан, определенный район, я об этом расскажу потом. У меня, кстати, работала одна домоработница, тоже вот знала прекрасно этот район, долгожителей, там даже есть музей долгожителей. Если правильно посмотреть на жизнь, проанализировать, то есть, как что есть, можно очень многое тоже интересное по питанию понять. Кстати, ну, коли у нас уж тема основное питание, хотя мы рассматриваем разные факторы, как вы видели, вот видите, 148 лет, колхозник. Значит, это 1956 года. Фильм был 1948, это 1956, а в 1959 году была перепись. И обнаружили людей, еще более старых, которые официально были зафиксированы. Кстати, хочу подчеркнуть такой момент, сейчас я его покажу, с чего начинался фильм. А начинался он с письма стариков в возрасте Кудапи. Это здравоохранение СССР, Министерство здравоохранения. Ну да ладно. Итак, дорогие друзья, что я вам хочу напоследок сказать. Ну, во-первых, я думаю, что уже данный фильм был для вас интересен. Я думаю, что моя аналитика-то, о которой обычно, ну вообще никто не говорит, я никогда ни от кого еще не слышал. Не только о минералах, а вот этих факторах, приводящих к долгой и, главное, качественной жизни человека. А вот именно о этих сопоставлениях, что нынешние доживающие долгожители и те, которые были еще их отцами, прадедами, дедами, это разные, совершенно принципиально, люди. Какие же факторы привели к этому? Я сказал. К чему стремиться надо? Даже жителям города, тех, кто не хочет переехать и так далее, либо махнуть на все рукой вообще, но это неразумный, неконструктивный подход, либо есть, конечно, учитывать все факторы, но питание основной и питаться качественной, здоровой пищей. Естественно, видовой пищей, то есть живой, растительной в идеале. Минимум варить. Не есть никакие крахмалы вареные, чего и не едят эти люди. Пить качественную воду, сейчас можем ее изготовить с помощью только приборов, потому что таких мест на планете 20-30 осталось, не более, где та вода, которая действительно нужна человеку, которая приближена к свойствам воды в клетке. Ну, раньше было много, но человек прибор, природу изгадил, но это плохо, очень. Но что делать? Мы говорим ведь о том, что делать сейчас в данных условиях. Многое надо менять и восстанавливать естественный образ жизни на земле, и восстанавливать леса, будут восстанавливаться и воды со временем уникальные, но это дело будущего, хотя и наше дело, вот мое в том числе, я хочу это делать и буду. Но я говорю о том, что же, так сказать, сейчас в данном случае мы можем, так сказать, сделать, ну, для себя, для жителей городов, по крайней мере, да и не только городов сейчас. Так вот, с водой имейте в виду. У меня есть очень интересные и важные, жизненно важные фильмы, передачи, которые рассказывают о физико-химических свойствах воды, о питании. И давайте так, для тех, кто еще не в теме, вот я сейчас покажу мой сайт, вот он, блог, главный, youfrolov.ru, у меня тут много всего, но, вот есть такой раздел «Мои выступления», нажмете мышкой, вы выходят другие, видите, сколько всего. Водные лекции, нажимайте, кто еще вообще не в теме, и посмотрите, пожалуйста, начиная, ну, какую-нибудь вводную лекцию, их тут много, но я рекомендую вот эту, 2, 12, 14 года, нажмете, и посмотрите эту лекцию, вводную. Потом, посмотрите лекции о молочной проблеме, откроются глаза на вопросы естественности потребления молока, так сказать. Я вам наперед скажу, что естественно молоко потреблять материнское в период молочного вскармливания. Природа другой вариант и там временной промежуток, а тем более потребление молока других видов животных, где другой химический состав, генетика, то есть энергетика, гормональные составляющие и так далее. Нет, это все извращение природы, что естественно. Поэтому, про алкогольную ладу, онкологию, воду, вот вода почки лимф, очень серьезно, посмотрите. Посмотрите по отдельным системам, вот пищеварительные, кровеносные, дыхательные, ну и так далее, и так далее. У меня очень много ценных, интересных здесь материалов. К тому же, посмотрите приборы жизни, так называемые, особенно вот по воде. Посмотрите, тут разные ролики, но это потом вы поймете, зачем, для чего, почему это действительно может быть вам нужно, если вы, конечно, сочтете это нужным. Я ведь всего лишь констатирую факты, и вопрос не в том, согласится с ними кто-то или нет, это законы природы. Никому от этого лучше не будет, если человек отмахнется от них. Другой вопрос, как мы в своей жизни будем их учитывать, или не будем. И чем больше мы учтем тех факторов, которые влияют на нашу жизнь положительно, тем будет лучше нам, нашим близким, тем более будущим детям и потомкам, потому что генетику мы можем передать, хорошую или плохую. Поэтому, дорогие друзья, давайте, так сказать, не просто соблюдать, как это здоровый образ жизни, а что это такое, это не только то, что нам говорят врачи-диетологи, а порой не все то. И, кстати, давайте вот про это еще пару слов. Вышел такой фильм, вот этот, мне многие присылают, что выходит, вот про разные безобразия. Вот вышел Тайны Чапмана, это вот это все, телеведущие, которые уж не знают, как изголиться. Типа, мы едим себе подобных, ну ладно бы это с нарицанием, с назиданием, что, мол, действительно, что мы творим, люди. А ведь тут с ног на голову перевернули мерзавцы, что, мол, нужно, так сказать, наоборот, есть все это мясо. То они показывают, эти, в том числе РНТВшники, что, мол, действительно, и правду про живое питание, про сыроедение, про веганство, то они, как бы якобы, ну, в кавычках, в пух и прах, поносят, приводят вот таких вот, посмотрите, даже взгляд какой, а он еще говорит там, про сектантов или что, сам сектант-то и пузо на бекрень защищает мясо. Ну ладно, вот это, кстати, я тоже разберу, скорее всего, вот эту вот передачу, потому что там, ну, такое они наговорили, ну, просто это не укладывается в сознание здравомыслящего, нормального человека. Но об этом потом. Подводя итог, ну, что же я хочу сказать? Я надеюсь, что, во-первых, фильм вам понравился. Именно и то, что вы увидели, услышали, то, что я подсказал, как бы вот этот провел анализ, после которого стоит, я думаю, о многом задуматься. И пишите свои, во-первых, вопросы, комментарии, просто оцените данный видеоролик. Стоит ли мне снимать дальше такую аналитику, которую я начал, серию уже анализ разных, так сказать, да? Стоит ли дальше про долгожители и аналитику по разным регионам мира вести, выносить вот эти вот на свет, это что называется, причинно-следственные связи, иные и разные. И хочу вам в конце сказать еще тем, все-таки еще скептикам или каким-то таким ахайщикам, есть ведь такие, их мало сейчас, но есть, что, вот понимаете, как бы вы не отмахивались от законов природы, вы, допустим, не мой фильм или мой разбор, мою аналитику можете поносить, вы ведь замахиваетесь гораздо глубже и выше на законы природы. Если вы так любите ваш шашлык или сардельки, от которых вы не можете, не хотите, главное, отказаться, то так и скажите, я слаб, я глуп, я и так, то честно, перед собой и перед другими, но не говорите, что все это глупость, ахинея, вон ели пили и там жили, ну перестаньте, перестаньте этот бред нести, уж пора очнуться, пора взглянуть правде в глаза, да, то есть, и знаете что, пока действительно на земле есть бой, не будут и войны, это абсолютно точно. Насилием, не просто насилием по отношению к какому-то там человеку, справедливому порой, как государству призвано там насильников, маньяков изолировать и уничтожать, по сути, от общества, чтобы нормальных людей они не могли убить, изнасиловать и так далее, это справедливо, но точно так же справедливо у беззащитных, беспомощных совершенно по-доброму на тебя смотрящих глаз вот тех же телят там и так далее, домашних животных, которые мы почему-то считаем призванных для убоя, что они типа для этого и живут, это что такое? Это кого вы обманываете? Это вы что-то сказать? Думаете, что вам будет так не просто лучше, а вы не ответите за это? Впоследствии обязательно ответите. Обязательно. Поэтому пора очнуться и в угоду своему брюху и извращенному сознанию не коверкать законы природы, не глумиться над здравым смыслом человека и не оправдывать свои порочные желания и пристрастия ценой попрания здравого смысла, справедливости и нравственности человеческой, которое дано человеку от природы. И как говорили раньше, аж тем более, если вы там к какой-то вере, религии, вернее, относитесь, христианской, допустим, ну тогда не убивайте в себе ребенка, сохраните его в себе. А это значит, что и, да, сохранить ребенка в чистоте. Это и душу, и тело сохранить в чистоте. И не ешьте, не ешьте тех, кто на вас смотрит, не ешьте тех, кто вам доверяет. Не предавайте, не убивайте, не убивайте себе человека. Это просто мои в конце такие рекомендации. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам самого лучшего, до новых встреч, увидимся, услышимся.